Игра, которая впервые прошла в далеком 1967 году и сегодня не теряет своей популярности. Уже в 12-й раз Зорница проходит в современном молодом белорусском государстве и четвертый раз финал принимает Брестский регион. 70 мальчишек и девчонок встретились на героической берестейской земле, чтобы побороться за право считаться лучшим отрядом юноармейцев. Здесь участвуют команды изо всех регионов нашей страны, 70 участников, по 10 участников в каждой команде. Как вы видите, не случайно цифра 70 у нас во всех наших мероприятиях фигурирует, поскольку мы все мероприятия подобного рода проводим в рамках празднования 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зорница, она в себя несет заряд именно военно-патриотического воспитания. Хотя мы каким-то образом от военного понятия отходим, но гражданско-патриотического, она так или иначе присутствует. И это годы 70-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, оно действительно значимое мероприятие. Свои достижения сегодня молодые люди посвящают ветеранам, которые 70 лет назад завоевали для нас победу и мирное небо над головой. Несмотря на предстоящие итоги Зорницы, ребята уже являются победителями. Именно им выпало почетное право представлять родную область на республиканском уровне. Выступать, как признаются юно-армейцы, уже не так сложно, ведь за спиной месяцы усиленной подготовки, отборочные туры в районных центрах. Сначала мы участвовали в районах Зорницы, у нас команда сама по себе очень дружная, поэтому было не очень тяжело работать. Вместе мы добились многого, мы прошли через многое, мы и ругались, и спорили, но все равно в итоге приходили к единому мнению, все у нас хорошо получалось. Мы как-то не чувствовали себя особо на соревнованиях, нам было весело, у нас есть новые друзья, мы много общались с остальными, все такие дружелюбные, поэтому нам было хорошо. На протяжении 9 дней юно-армейцы будут проходить разнообразные испытания на базе 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады. Буря эмоций, волнения, все это впереди. Сейчас главное сконцентрироваться и собраться с силами. Руководство подразделения уверено, те знания и тот опыт, который получат мальчишки и девчонки, окунувшись в настоящую армейскую жизнь, обязательно пригодятся им в будущем. Они не только в течение Зорницы будут участвовать в конкурсе, но и подружатся, посмотрят наш Брестский край, участвуют в экскурсиях, культпоходах, ну и, соответственно, получат такое представление о службе в армии. Анастасия Назрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.